Вчера в районе с рабочим визитом побывала комиссия в составе председателя комитета Народного собрания Республики Дагестан по здравоохранению и социальной политике, депутата Народного собрания Республики Дагестан Весампаши Исуповича Ханалиева, депутата Народного собрания Республики Дагестан, заместителя руководителя фракции «Единая Россия» в Дагестане Марины Котенко и заместителя министра здравоохранения Республики Дагестан Хаджимурада Мерзабекова. Гостей встретил и сопровождал первый заместитель главы администрации муниципального образования Хасалитовский район Загирий Гаджиевич Батащев. Добавим, в начале гостей побывали в городской центральной больнице, где посетили его отделение, палаты, побеседовали с больными. Говоря о цели визита, Висамбаша Юсупович Ханалиев отметил. И поэтому решили сегодня тоже прийти сюда и в поликлинику района Центральной поликлинику, посмотреть, как это с поставленным работом по поводу приема, обслуживания пациентов. И этот вопрос мы вынесем на сессии, на 22 февраля. И там мы будем уже стоплантно выступать. В свою очередь Загирий Гаджиевич Батащев отметил ситуацию, сложившуюся в районе из-за отсутствия собственной районной больницы. Мы с там года начали, но до сих пор еще продолжается, есть нет, 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 причины разные, и объективные, кстати, тоже. Ну, мы постараемся тоже помочь с капитатской стороны, чтобы этот больница, они в завершении, потому что то, что там происходит, вы видели, да, скучность этих, укола там, множество их, а они, не знаю, сколько там. Ну, районы, жители принимают, я не жалуюсь, потому что у них своим жителям места нет, я знаю, но районы, жители обслуживают по принципу остаточности, да, в коридоре, если мест нет, их тоже понимают, куда их разница, здесь больница построена, по-моему, в 59-60-м году, да, вот, городская, когда население было, городе, наверное, 50-50, и районы тоже 50-50, и все. Это проблема, да, действительно проблема, над этим тоже мы поработаем, как раз это и уходит в качестве жизни, если условия не создать, улучшается качество. Вчера танкай, проявляю, что мы будем делать, вчера как раз этот вопрос. У вас все, я не слушаю, я не слушаю, я не слушаю, у меня было, и как раз он полчаса именно от этой больницы и говорил. Это не включается, не включается, там, знаете, я вам сейчас скажу, там второй этап, это сделано, но второй этап же стоит миллиард, за миллиард рублей стоимость. Это оборудование? Там же все оборудование, там, вот на этот корпус, по-моему, там вот твердые, мягкие койки, да, вот это есть, а вот это... Там в любом случае без оборудования, без оборудования, это невозможно сейчас запустить, почему? Потому что вдруг станет плохо. Это ничего, это не можно купить, это гранит там такие, а без рентгена не обойдется. Рентген хотя бы минус 5-6 миллионов, значит, на двух местных, или МРТ, или ПТ. Там поддержка нам нужна, поэтому мы бьемся, как рыба от лёд, пишем каждый год, объясняем. Затем гости прочлись и по кабинетам поликлиники. Вот сейчас здесь, вот человек парит сумму вместо него один, в этом коррёте, в Ракуштене, там, особенно дети. Так жалко было, и что делать? Потому что программой модернизации, которой все занимаемся, и сегодняшний, то, что мы сделали, я извиняюсь, сдали всё. В 2011-2012 году, республикой всё сделано, дорожная карта составлена, доведено до учреждений приказом министра здравоохранения республики Дагестан, и приказом это всё по вертикали есть. Это мы должны были, он вам тогда задавать. Нет, я говорю главному врачу, не персонально, индивидуально человеку. Да, он два месяца работает. Да, это и меня. Я имею в виду, что это вопрос, именно с которым стоит, это вопрос, который поставил перед главным врачом, ответственность установлена она. Вот теперь он ответственный. Мы смотрим за исполнением работы главным врачом. Да. А главный врач ставит такую, вот, к сожалению, на нескольких местах, у нас ещё есть там несколько учреждений, которые ещё не совсем, может быть, в силу того, что... Они полагают, что это должен идти кто-то со стороны и эту всю работу сделать. Нет, эту работу должны сделать те люди, которые здесь на месте сидят. Оборудование государство дало, программу государство дало, но дальнейшая нерасторопность, ввиду того, что там где-то у кого-то не работает, я тоже скажу, что не работает, этого теперь уже мы не позволим. Мы запустили всё, что нужно сделать, да вместо программы. А заставили, не проведено ничего. Это всё было сделано. После этого делали ремонт и убирали, значит, вот эту ЛВС, так называемую систему, убирали. Много было сдано у нас на гарантийный ремонт. Что-то до сих пор не вернулось. Это по всей России была какая-то, говорят, проблема. Вот замена вот этой шипки, так называемой, флешки, ключа, она дорогая. Намного дешевле, если потихоньку главные врачи говорят, в регистраторах меняют эти тонкие клиенты на обычные врачи, на обычные компьютеры стационарные, и пропадает необходимость менять всё время вот эти флешки. Это всё, что первое, какие-то, они должны быть закрыты, значит. Я знаю, что здесь, я уже специалистов взял специальный. Давай, вот самое главное, значит, вот занимаетесь именно, значит, информатизацией нашей, компьютеризацией нашей, автоматизируем, рабочие места называемые. Единую сеть. Единую сеть сделаю, да. После обхода кабинетов районной центральной поликлиники вновь вернулись в кабинет главного врача. Сюда же присоединились и замглавы администрации города Хасаверт Исмаил Дадаев и главный врач Коринской центральной больницы Алжанат Гаджиева. Вот исходя из этого, если вы Азадаштель, министерство, депутаты народного собрания и другие, мы всегда готовы. Допустим, надо посмотреть и делать так, чтобы наши поселения были довольны по обслуживанию, по лечению, по смыслу, с качественной лечениями, улучшению, с китайцами, значит, довольны вот эти наши поездки, значит, проезжаем по району, по городам. Я думаю, неразрешимых вопросов нет. Буквально два года тому назад, я вот, к примеру, скажу, в больнице, сегодня мы все видели прекрасные наши ремонты, прекрасные наши ремонты, все больные довольны. Ну, еще есть много, то, что надо делать. Это, значит, плановость знает, конечно, я уверен, что она это все проведет до конца. С нашей стороны, двух точек. И то же самое и вам тоже. Надо улучшить качество обслуживания пациентов, сервисные обслуживания пациентов, чтобы они были довольны. Я первый раз в студии, в таком составе, посещала медицинские учреждения этого города. И хочу сказать, что на меня стало приятное впечатление, то, что я увидела. Я думала, другой формат и другой уровень, конечно, здесь, и не ожидала видеть то, что я сегодня увидела. Приятно меня это удивило, и я хотела бы выразить благодарность и руководству, и район, и города, которые сегодня стараются для создания длинных слоев, и в принципе, наши руководители в этих пациентских учреждениях за то, что если следует такие условия, мы всегда общались и с пациентами, которые все в один голос высказывали свое мнение о том, что качество обслуживания, качество предоставляемых услуг, и, значит, условия, которые, вот, внешний, значит, тураж, те, значит, койки, эти, значит, внешний вид, палат, и то, что в них содержится, конечно, приятное впечатление. Я знаю, поэтому, проблемы естественные. Сразу все проблемы не решишь. Они есть, они остаются. Но я думаю, что если у нас будут такие вот специалисты, такие руководители, то мы с такими недалеко пойдем, и я думаю, что через год, приехав сюда, мы увидим еще более высокий уровень, и я надеюсь, что это так и должно быть. С вашими силами, с вашими способностями, и, конечно же, при поддержке руководства республики, при поддержке нашего корпуса депутатского, нашего, который сегодня всегда нас управили, и председателя парламента, и зам руководителя парламента, сегодня являющийся, говорится, фракцией партии «Единой России», который инициировал сегодня наш ПС, сегодня сюда, в сайтах Медса Аликовича, поэтому, Игорь Ильич, конечно, безусловно, мы передадим себе то, что мы сегодня увидели, донесем до нашего руководства, ну, вот те позитивные моменты, которые озвучим, ну, и, понятно, проблемы тоже не есть, они остаются, и будем решать в дальнейшем с нашей поддержкой. Я думаю, что наши избиратели должны быть на видоводит. Говоря о программе модернизации здравоохранения республики Дагестан, заместитель министра здравоохранения республики Дагестан Гаджи Мурат Мерезабеков отметил. Работу здравоохранения, министерства здравоохранения, во-первых, хочу помогать еще раз наших уважаемых депутатов, которые сегодня выехали с этой инициативой, и вот сегодня уже вот второй день, да, получается, в этом проекте. Значит, Хасаюрт у нас, ну, работа ведется... Собственное строение. Ну, вот, в эту работу вообще здравоохранения в целом очень большой, весомый вклад оказывает, как мы уже сегодня говорили о них, это проекты, в том числе, ну, наверное, мы сегодня обсуждали, в первую очередь, проекты партии «Единая Россия», это в части, значит, инадцать проекты, которые проходили, это огромный вклад, это огромная помощь была с оборудованием в республику, эта модернизация была проведена очень серьезно. Модернизация программы, которая была тоже проектом аналогичной партии, значит, 11-12-х годов, в результате этой модернизации тоже у... Здоровье, да? Да, вот мы этот, у нас проекту «Здоровье», потом по модернизации тоже и продолжение у нас проекта, и сегодня то, что вот в рамках проекта у нас бюджетный, повторюсь, центр построил республиканский, значит, продвинял программу, и вот эта информатизация и так, которая была. А здесь сегодня, вот если говорить о Хасавюрте, ну, еще раз, хорошо, когда вот новые главные врачи, инициатива обоих в том плане, что говорили о информатизации тоже в первую очередь, значит, обратите внимание, и в рабочем порядке мы будем это обсуждать, конечно, у себя, и тут вот, когда мы говорим о проблемных вопросах, я сейчас выйду к нему. То есть проблема какая? Нет стационара, говорим, у нас город Хасавюрт обслуживает Хасавюртовский район, то есть стационар, где город Хасавюрт обслуживает жителей района. Количество жителей, угодно, растет, это очень хорошо. Но ничего не скажу, если скажу, что амбулаторно-поликлиническую службу надо укрепить, с тем, что, значит, снизить нагрузку у нас от санкций, это аксиомус. Везде идет? Везде идет, да. Для этой работы как раз-таки надо, наверное, взаимодействие и как раз посредством использования вот этих информационных технологий наладить именно городом, между городом и районом. это позволит наладить обмен, работу и снять те вопросы, которые, значит, сегодня я услышал. Мы эту работу должны разъяснить, проводимый, довести до людей, что делается. Вот люди должны, а для этого элементарно, если мы запись сквачу, должны наладить. Эту работу мы обязательно наладим. Мы никуда от нее не денемся. Это уже даже не субъективно, это уже объективно. Она и в мире, и в стране у нас. И эта задача поставлена в разряд приоритетов, сегодня выделена. Наша задача наладить сегодня же эту работу. Начинать и уже... Она у нас есть, и электронная регистратора работает, в полном объеме должны все модули уже заработать. Надо налаживать людей, тех, которые уже... Кто-то в текущей кадре, кто-то ушел, кто обученный, надо научить. Самая первая задача, чтобы население и города, и районы, и республики понимало ту работу, которую делает здравоохранение, и что делается, значит, руководством. Депутат Народного собрания Республики Дагестан, замруководителя фракции «Единая Россия» Марина Котенко, отметила, что перспективам развития здравоохранения политическая партия «Единая Россия» удивляет особое внимание. Среди важнейших ее целей – сбережение народа, сокращение людских потерь и управляемых причин заболеваемости и смертности. Среди приоритетных направлений проекта модернизации первичной медико-санитарной помощи оснащение современным диагностическим оборудованием муниципального звена, в том числе центральных районных участковых и фельско-акушерских пунктов, качественное обновление скорой медицинской помощи. Исампаша Ханалиев также отметил, что со своей стороны сделает все возможное по введению в строй строящейся районной больницы. «Совершенно правильно. Пусть везде говорят, мы готовы. Пусть там пишут. Я всегда говорю, вот с моим избирателем, вот мои избиратели. Я им говорю, если какая-то проблема, пишите на меня. А кто проблему хочет? А я хочу проблему. Я говорю, пишите, дайте запросы, а будем обсуждать. Будем поставить наше правительство эти вопросы. Потому что это же с народом связано. А я избиратель международом. Если избиратель нет, то какой я депутат? Я всегда ставлю так вопросы. И буду ставить. Поэтому, я думаю, все мы идем на правильном пути. То, что там руководство позадачил, имеется в виду, и главой там, и председатель народного собрания. Хазри Исаев всегда нам говорит, депутатам, Марина Евгеньевна, не даст собрать. Не сидите в кабинетах. Идите в кабинетах. Посмотрите, какие проблемы. В чем нуждаются. Эта проблема, а задача ты нас, меня, лично. Я буду этот вопрос поднять. Понимаете? Этот, его постоянно, каждый наш совещал, он повторяет. Было также отмечено, что большое внимание следует уделить профилактике заболеваний, в том числе вакцинации и диспансеризации населения в борьбе с инфекционными заболеваниями, особенно туберкулезу, а также ВИЧ-инфекции, внедрению новых программ медицинского обследования новорожденных, совершенствованию системы дополнительного лекарственного обеспечения для отдельных категорий граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг.